Бог готов. Не знаю, как вы еще держитесь, у нас сложная глава, это четвертая глава, мы на одиннадцатой мишне, трактата Трумот и последняя мишна йод, они связаны, они связаны, поэтому приходят, да, но мы их разбили на нескольких, невозможно выучить за один раз, их достаточно много, поэтому постараемся, да, напомнить, что мы говорили в прошлый раз, наша мишна будет говорить о том, да, у нас было три мнения, три таны, Раби Акива, Раби Ушуа, Раби Лезер, и они все спорят по поводу того, по поводу статуса смеси, если туда попала Трума, если, например, Трума отличалась светом, да, и мы вроде знаем, как бы существует, существует спор по поводу того, сколько должно быть обычного, будничного против Трумы, чтобы эта смесь аннулировала Труму. сегодня в 12.15, да, и поэтому Аллаха идет по мнению Раби Лезера, что аннулируется все 1 к 100, то есть если у нас в 100 раз больше превышает количество будничного, то, что Трумы, то Трума должна аннулироваться, так говорит наша мишна. кто-то не может зайти. говорит Мишна так, Сеатру машина флааль пимегура. Итак, одна Сеатр, предположим, да, мера веса, одна Сеатр, которая упала на пимегура, на большой, не знаю, контейнер с обычным урожаем. То есть у тебя Трума зерна упала на обычное количество, на обычное зерно. И что случилось? И осталось на поверхности, то есть она осталась на поверхности большого ларя с зерном. Своя Трума. И теперь ты думаешь, что мне делать? Я уронил Труму, которую есть никто не может, кроме Коэна, в свой обычный контейнер с едой. Как быть? Раби Лезер говорит, не переживай. И межбеки пуй меа сяа. Если в верхнем слое, да, то есть даже не в всем ларе, а только в верхнем слое, есть 1 к 100, например, ты перевернул туда стаканчик Трумы. Вот у тебя стаканчик и зерно, ты перевернул, а там большой такой сундук, да, полон зерна. И даже если взять верхний слой, это будет в 100 раз больше, чем тот стаканчик, который ты Трумы туда уронил. Тогда Талебе Хадуме, не переживай, говорит, это все как будто бы аннулируется. Твоя Трума аннулируется, 1 к 100, проблем нет, весь ларь пригоден в пищу обычному Исраэлю. Единственное, что, стаканчик оттуда нужно будет вытащить и отдать Коэну. Но если в этом, в этой поверхностном слое не будет 100 к одному, тогда тебя не спасет сундук и все это количество. И действительно, по мнению Раби Лезеру, да, если вы обратили внимание, в предыдущей Мишне, это не соответствует тому, что сказал Раби Лезер. Раби Лезер сказал, что все, что внизу сундука, тоже имеет отношение к верху. Он не делит как бы низ вверх, верхний слой, нижний слой. Он говорит, не важно, если в этом ведре, в этом сундуке, в этом контейнере есть 100 к одному, то она все аннулирует, что она и один камень, чтобы еще кипа. Почему здесь отличается закон? Да, но в нашем случае, его можно, если бы мы человеком, да, не только потом рассматривали, как будто бы в пшеницу попал ячмень. Видите, здесь как будто мы рассматриваем, как две разные вещи. А значит, трума не смешалась с будничным, и следует снять верхний слой. Рашаш, в своем объяснении, говорит, полагает, что и верхний слой будет разрешен только для потомков Аарона, то есть остается трумой, независимо от того, сколько в нем будничного. А Бартинора полагает речь вот о том, что можно, да, вообще можно ли считать, что нижний слой смешался с верхним. То есть продолжение того, что мы говорили в предыдущем Мишне. Рабью Шо же считает, лоталы. Нет, он говорит, даже если в верхнем слое, афальпиши, ешбекипуй меоса, даже если верхний слой твоего контейнера составляет сто раз больше, чем ту труму, которую ты туда уронил, все равно и на трума батла. Трума не отменится. Да, в Иерусалимском Талмуде поясняется имешбекипу яхат им машетахтав бемгура. Имеется в виду, что если в верхнем слое вместе с тем, что под ним есть меоса, в сто раз больше, против того, что ты уронил, тогда мы скажем, что он аннулируется. Потому что Раби Лизер придерживается своей точки зрения, что аннуляция трумы происходит только не как с кашрутом 60 к 1, а именно как с трумой 100 к 1, что это ахтонот, малот и тальонот. Вегу бали ашмейно, канше афаль, пише кипа, вегеладе, а то шелонитарва, а трума им машелемата, миколь маком лицтарев, гамма шелемата, леватер, это трума. Который говорит, что нет, даже если не соприкасается то, что ты уронил с тем, что внизу, ты не рассматриваешь только верхний слой, чтобы посчитать 100 к 1, ты все равно берешь во внимание все, что под ним, то есть весь контейнер. Это у меня не Раби Лезера. Раби Ушо же говорит, нет, Лолтар, и так это не работает, потому что, как мы сказали в прошлом Мишне, он не считает, что нижнее можно приплюсовывать, он говорит, рассматриваем только верхнюю часть, только соприкасаемая часть, вот она должна быть столько одному, а не то, что внизу. Ну хорошо, и про Раби Ушо, что по твоему мнению делать? Про Раби Лезеру я уронил стаканчик, у меня есть выход, там да, я, если больше 100, как бы я не обращаю внимания, а по твоему мнению, говорит Раби Ушо, вся трума, которая упала в контейнер, пусть снимет с поверхности. Возьми, говорит, сгреби верхний слой таким образом, чтобы было понятно, что то, что упало, по-любому ты снял, да, то есть зачерпни так, да, чтобы точно снять то, что упало, и не переживай, все, что останется, это хулин, это стоп, это вообще, это обычная еда, но если так, и между каналом, говорит, Мишна, слушай, если можно так легко любую смесь починить, то есть тебе просто возьми, как бы вытащи, и смеси больше нет, тогда ла, что трума, она растворяется, стоп к одному, зачем, не надо растворяться, уронил, возьми, убери, и все, что, зачем нужны эти законы, стоп к одному, что что-то, что трума аннулируется, при определенном объеме, против него, обычной еды, отвечает Мишна, потому что иногда ты не знаешь, насколько она хорошо смешалась, то есть, когда ты видишь, что у тебя персик упал сверху, да, и ты вот его видишь, ты можешь его взять, такой майя, но он сверху, но если ты что-то очень мелкое рассыпал, и это провалилось вовнутрь, или кто-то помешал после этого, ты не знаешь, насколько глубоко она вошла, в смесь, тогда у тебя выхода нет, тогда или в ситуации, когда ты не знаешь, куда конкретно она упала, в этих случаях ты не можешь просто взять верхний слой, ты не знаешь, где этот верхний слой, здесь, здесь, там вот такая вот, да, там горками была у тебя насыпана, ты уже не понимаешь, куда это упало, и про это мы сказали закон, что в этой ситуации ты будешь использовать принцип столько одному, следующая же мечта говорит, хорошо, а если у меня было два ведра, два контейнера, и в каждом была обычная еда, обычные персики для еды, или два контейнера больших, тоже с обычной едой, и в каждом этом контейнере, например, было 50 сэа, и теперь ты уронил одну сэа, то есть, грубо говоря, в килограммах, 50 килограмм в одном контейнере, 50 килограмм обычно еды, и в другом контейнере, картошка, например, и вдруг ты один килограмм трумы, картошки тоже, да, уронил, в один из них, но ты не знаешь, в какой, не понял, в какой она упала, получается, что они обе запрещены, из-за сомнения, в одном из них трума, ты не знаешь, в каком, как быть, одна, один контейнер спасает другой контейнер, что мы говорим, мы говорим, что как будто бы, раз ты не знаешь, какой контейнер упал, да, твой килограмм, но ты знаешь, что в одном контейнере 50, и в другом контейнере 50, и получается, что вместе это 100, а ты уронил один, то есть один к 100, а это два разных контейнера, здесь мы скажем, что они как будто бы один, потому что ты не знаешь, какой он упал, и поэтому они объединятся, чтобы аннулировать с той килограмм трумы, которую ты уронил, как будто половина упала туда, половина упала туда, ты же не знаешь, а там 50 и 50, получается ровно в 100 раз больше, и он, как бы, трумы как будто бы нет, как мы сказали, что трума будет пригодна для, в пищу для еврея, единственное, что ему нужно будет оттуда отделить килограмм и отдать коину. Да, а в Иерусалимском Талмуде объясняется, что два этих контейнера соединяются вместе. Даже если находятся в двух разных домах, представляете, вы идете с яблоком, яблоком трумы, и у тебя один контейнер в гостевом доме, один контейнер в главном доме. Ты заходишь в главный дом, подходишь на кухню, смоешь, яблока в руках нету. Я бросил его в один из контейнеров. В какой? В том доме или в этом доме? Такое, что удивительно, что даже эти два контейнера, находясь в двух разных домах, объединятся. Если мы шумарим, вот там зуми-зум, а в Альштейме грот в Уильвенк, но если это были контейнеры не пеленостные, а стационарные, тогда они соединятся только если они под одной крышей в одном доме. Раби Шимон же говорит, афилу энбештей айарот. Они, говорит, соединятся даже в двух городах. Ты ехал из одного города в другой с яблоком трумы, и ты точно бросил его в контейнер, и не можешь вспомнить в контейнер, который был в доме в одном городе или в этом городе. Каламарша, афилу, маку, потруху, кодзу, мизу. Даже если они далеки друг от друга. И он не помнит, в каком городе он в контейнер бросил. Не помнит. Маалот, Зуинзу. Мы скажем, что эти два контейнера объединяются, потому что у него в голове он точно помнит, что бросил в корзину с картошкой. У него абсолютно две одинаковые корзины. Одна в Хайфе, другая в Тель-Авиве. И он не помнит теперь, на работу пришел, говорит, я точно бросил, не помню. Перед выездом бросил в Хайфе или в Тель-Авиве. Кейт Раби Шимон все равно. Получается, в его логике, то есть в его голове эти две корзины, и там 50, и тут 50, составляют 100. Против одного, то, что он бросил, 100 к одному, она аннулируется. Но мы должны знать, что Аллаха не идет по мнению Раби Шимона. Поэтому на таком расстоянии это работать уже не будет. и последняя заключительная мишна этой главы говорит Раби Йоси. Маасэ Балифны Раби Акима Бхамишима Гудот Шильярак. Была такая история, что пришли люди к Раби Акиме с вопросом о 50 пучках зелени, в которые упал еще один наполовину состоявший из трумы. Как интересно. То есть получается, что на 100 нужно 1, на 50 нужно половина. Правильно? То есть по идее, а какой был вопрос? Смотрите, говорит Раби Акима, Бхамишим Гудот Шильярак, у нас 50 пучков петрушки. И еще один пучок петрушки, но половина в этом пучке была петрушка трума. И она только коин ее может есть. А кто-то взял ее, завязал в один пучок и мало того, еще бросил нам в наши 50 пучков. Внимание, вопрос. Что делать со всей этой смесью? Хецья трума веомар телефона. И сказал я перед Раби Акимой та але. Трума аннулировалась. Наешла алоот мемену хацья гудот ерек. Кетрума вылетала коин. И можно спокойно всю эту зелень есть. Только половину пучка нужно отделить кидать коину. Все. А все остальное можешь есть. Причем, неважно, от любого пучка отдели половину, отдай коину, все съедобно. Лоша трума та але беха мишин ве хад. Да? И не потому, что трума разрешена в случае 50 к 1, а потому, что там были 102 половины. Ага. Так. Лоша а трума та але беха мишин ве хад. Эли ша аю шам меа ушней хацейм. Ну, правильно. У нас был 51 пучок. 51 пучок это 102 половинки пучка. Правильно? Получается, то есть на одну половину трумы пучка была 101 половина будничного. А раз так, то вся смесь разрешена. Действительно. Ша макшта и хацейм беха мишин агудот гарей еш мея хацейм агудот шана фала тухаш не хацейм хацей ах 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 аш не трума ваним саш аю шам ме ах 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 что мы не должны говорить что из-за того что связка пучка зелени которая упала в этот контейнер она была смешана с трумой что все это станет запрещенной смесью потому что ты можешь сказать что вот хорошо у тебя там 50 пучков обычных но мой пучок 50 на 50 он-то весь стал запрещенным весь потому что он 50 на 50 там половина трума половина нет трума и когда я его брошу в 50 получается я бросил один в 50 а один в 50 это не работа нужно один к 100 ты не можешь рассматривать мой пучок как половина трумы к 50 и тогда все нормально ты должен пучок отдельный рассматривать как полностью один запретная смесь и тогда получается один к 50 этого недостаточно для аннулирования для этого приходит нам рабиоси чтобы сказать ты бы мог так подумать что действительно только тогда смесь получается запретной касательно непосредственно объема трумы а не того с чем трума смешалась что получается что 101 идет против одного да потому что сколько половинок мы будем именно труму рассматривать а не то что половинка в одном пучке трумы сделала весь пучок запретной смесью и тогда получается 1 к 50 и все несъедобно нет мы скажем мы 51 разделим напополам получим 102 в котором только 102 102 половинки из которой только одна трума и получается одна против 101 конечно же аннулируется это то что приходит нас научить рабиоси это трума что не то что 101 даже 100 против одного аннулирует аэс который объясняет что рабиоси приходит он приходит доказать нам то что мы сказали про два контейнера что мы видим что два контейнера даже находящихся в двух разных местах мы будем рассматривать как смесь как будто они вместе потому что даже видите в связках мы тоже скажем что это аннулирует труму афальпишейна агудот муравот несмотря на то что сами связки они не смешаны да ты можешь каждую связку отдельно достать у тебя каждый пучок зелени отдельно связан тем не менее мы все равно скажем что все пучки они как бы вместе отменяют этот пучок который ты закинул скажи что они не смешиваются это на самом деле очень сильно переплетается друзья законами шаббата мы знаем с вами что в шаббат нельзя выбирать плохое из хорошего но плохое из хорошего нельзя выбирать только если перед тобой смесь а смесь что такое смесь у меня три яблока и банан я не хочу банан я могу вытащить банан из вазы конечно могу потому что три яблока и банан это еще не смесь но если у меня фундук лесной орех изюм там да и семечки и я хочу вытащить изюм тогда все зависит от того глядя на эту вазу что человек скажет что это изюм лесной орех и миндаль или он скажет слушай это смесь там не знаю это смесь орехов это орехи а если он так скажет значит это смесь и вот как только перед тобой смесь тогда начинает действовать закон о запрете борера вот как только фруктов такое количество или не такие мелкие что человек не скажет это два банана и люди скажут да скажут фрукты тогда получается нельзя но если это если это очень четко три яблока и банан я думаю точно можно банан вытащить да ваза фруктов 5-6 видов это уже да это уже борера поэтому теперь что то не нравится выбирать нельзя поэтому здесь уже важно понимать что даже отдельно пучки зелени они да считаются смесь а если они считаются смесью в отношении трумы в отношении борера это будет наоборот лахумра нельзя будет да выбирать а Disneyland Возвращение трумы, она будет смешиваться в одно и действовать правило столько одному, и мы сможем сказать, что смесь пригодна. Друзья, мы с вами завершили четвертую главу, непростую главу. Давайте бесхуд наших мечтает, скажем, лейлу нишмат. Наши мечтает сегодняшние были в возвышении души. Продолжение следует... Всем, друзья, хорошего дня на этой такой возвышенной ноте. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok